Приветствую вас, друзья, на канале Киндрас Лайф. Готовим вкуснейший яблочный штрудель из лаваша. Это очень простой и быстрый рецепт. Когда хочется чего-нибудь сладенького, кофе или чаю, а самое главное, не надо возиться с тестом. Готовить штрудель с яблоками из лаваша очень-очень просто. Давайте начинать. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Во-первых, лаваш. Лаваш покупаете готовой прямоугольной формы. Также нам надо будут яблоки. Яблоки берете по своему вкусу. Это могут быть красные яблоки, как у меня, могут быть зеленые яблоки. Главное, чтобы яблочки были кисло-сладенькие. Тогда штрудель получится очень-очень вкусный. Еще нам необходим будет изюм. Я взял горсть изюмов и предварительно его замочил в теплой воде. А еще нам надо будет одно яйцо, немножко молока, грамм 50. Также нам надо будет сахар и корица. Корицу берем молоку. А также нам надо будет масло. Во-первых, растительное, чтобы смазать форму для выпекания. И сливочное масло. Сливочное масло нам надо будет для того, чтобы обжарить на нем яблоки. Будет очень вкусно. Процесс приготовления начинаем с того, что займемся подготовкой яблок. Их для начала почистим и нарежем кубиками. Выпечка с яблоками всегда очень вкусная. У меня на канале есть рецепт, как быстро и вкусно приготовить шарлотку с яблоками. Рекомендую посмотреть. А вы не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне важна ваша поддержка. Благодарю! Яблочки мы успешно нарезали. И теперь наша задача обжарить их на сковороде, на сливочном масле, чтобы яблочки стали мягкими, где-то минут 5. При этом мы добавим сахар. На 5 яблок я беру 3 столовые ложки сахара. И пол чайной ложечки корицы. Вы сахар добавляйте по своему вкусу. Яблочки мы обжарили. Они получились очень вкусненькие. Я уже попробовал. И теперь я достал изюм из воды и отправляю его к яблокам. Пускай он начинает с ними дружить. Процесс налаживания дружеских отношений проходит успешно. А мы тем временем переходим к следующему этапу подготовительных работ. Нам надо будет смазывать лаваш яйцом взбитым с молоком. Поэтому делаем такую вот смесь. Смесь яйца с молоком необходима для того, чтобы мы смогли промазать лаваш. И он в процессе выпекания в духовке не был сухой. Его надо обязательно будет промазать. Смесь готова. И достаем лавашик. Лаваш мы берем прямоугольной формы и хорошенько смазываем его по всему периметру. Также надо хорошо лаваш промазать с краев обязательно. Так вот промазываем. После того, как мы лаваш промазали, по всему периметру выкладываем начинку. Единственное маленькое но. От края оставляем пару сантиметров, где-то сантиметра три. И по бокам тоже где-то по два сантиметра оставляем. Чтобы было место, когда будем заворачивать, сейчас увидите. Так вот, выкладываем сюда начиночку. Вот такая вот у меня получилась заготовка. Как вы видите, яблочки я аккуратненько, ровненько распределил по всему периметру. При этом и справа, и слева у меня пустое место. И также вот от края еще больше оставил пустого места. Это надо для того, чтобы было удобно заворачивать. И чтобы яблочки не вытекали, заворачиваем вот эти вот лавашки для начала края. Лаваш уже стал более мягким, податливым. Работает смесь яйца с молоком. Здесь мы тоже вот так вот хорошо промазываем. Так, здесь тоже. Главное не жалеть. Аккуратненько. Оно пропитается и будет очень вкусно. Эти края хорошенько-хорошенько промазываем. И после того, как мы загнули лавашки, промазали хорошенько боковые края, начинаем его формировать в виде рулетика. Вот так вот складываем. При этом, вот я где-то делаю сантиметра 4, может быть 5. Завернул. И вот этот вот слой опять промазываем смесью яйца с молоком. Хорошенько промазал. И снова заворачиваем. Завернул. И опять промазал. Красота. Лаваш мы успешно завернули. И пока он чуть-чуть отдыхает, возьмем, смажем растительным маслом пергаментную бумагу. Дека мы подготовили с пергаментом. Лаваш мы завернули. При этом у нас сверху, как вы видите, да, вот есть такая более толстая сторона, второй слой. И мы вот этим выкладываем на дно. Лаваш мы переложили на подготовленное деко. И сверху тоже смазываем хорошенько смесью яйца с молоком. Получается, снизу у нас будет более толстое основание лаваша, за счет того, что мы его завернули. И после того, как мы лаваш сверху промазали, ставим в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, выпекаться минут где-то 10. А чтобы лаваш подсушился, подрумянился, тут уже смотрите, как печет ваша духовка. Штрудель с яблоками из лаваша готов. Получился очень красивый. Сверху я его притрусил сахарной пудрой. Давайте попробуем, какой же он на вкус. Выглядит потрясающе. На разрезе просто шикарный. Пробуем. Вкусненько. Что можно сказать? Штрудель получился такой, как я люблю. В меру сладкий. Чувствуется легкая кислинка яблочко. Изюм придал свои нотки вкуса. Тесто лаваша тонкое и нежное. Очень вкусный штрудель. Советую вам попробовать приготовить по этому рецепту хотя бы один раз. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями, готовьте сами. А я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео. Это не штрудель, это шаурма с яблоками. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok